Рисунок их игры это свиминг, то есть наиболее естественное движение. Естественное означает не пугающее, а привлекающее хищника привычное движение знакомого кормового объекта. Два вида колебаний, воблинг и роллинг, сливаются, получается такое перетекающее по телу движение с продвижением вперед. И для шедов, и для сосняков это качество довольно редкое. И когда оно есть, модели становятся очень уловистыми и популярными, потому что такие модели работают и на равномерной проводке, и на рывковой анимации, одинаково успешно. То есть годятся и не очень продвинутым спиннингистам, и искушенным в анимационных играх знатокам. Что в общем и целом дает шед, если иметь в виду форму? Шед более заметен как для рыбака, так и для рыбы. А что заметность приманки влияет на результат рыбалки, я верю, безгранично. Дело в том, что шед в размере 70 мм, по своей заметности, на мой взгляд, я повторяю, на мой взгляд, примерно как минул в размере 100 мм. При равной заметности, но меньшем размере, шед гораздо лучше укладывается в пасте щуки. Обратите внимание, пожалуйста, на своих рыбалках, что количество заглотов с воблерами шед гораздо выше, чем с воблерами минул. Плюс ко всему, хороший, качественный, современный шед, гораздо более творческая приманка в плане анимации, чем воблер минул. В те далекие времена, с которых я начал свой рассказ, выбор воблеров шедов был очень скуден, не то что сейчас. И на тот момент, на сходне, я открыл для себя такой воблер, как Z-Baits Hamsin 70 мм в нейтральной полуучасти. С него я и начну свой рассказ. Вот он, красавчик! Как и у большинства воблеров Z-Baits, Hamsin оснащен фирменной системой балансировки MagDrive, у которой вольфовый груз, цилиндр с неодиевым магнитом, во время заброса отмагничивается от металлической пластины, встречается по направляющему штоку в хвост приманки, заставляя приманку лететь далеко и точно. А с началом проводки этот магнит возвращается, примагничивается к металлической пластине и балансирует воблер уже в рабочее положение. Но для меня тогда было важнее, что Hamsin отлично твичился и на рынках рисовал довольно красивую елочку. Сходнинские щуки, которые игнорировали воблеры Минову, нет-нет, да и атаковали Hamsin. На тот момент это был у меня топ из топов. Это, пожалуй, наверное, был единственный шедд в те далекие времена в моих коробках, который отлично ловил щуку. Могу рекомендовать этот воблер как базовый для облавливания средних слоев воды на небольших водоемах.